Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня наша программа будет посвящена Сирии. Конечно, эта тема уже многим основательно поднадоела. Я бы никогда не стал бы предлагать ее вам, но сложилась уникальная ситуация. К нам в Москву приехал человек непосредственно из Сирии. Это известный политик, ученый, специалист, старший сотрудник центра геополитических исследований Леванта Анас Махсен. И интересно поговорить не со стратегической точки зрения, тактической или оперативной, о которой мы столько уже много слышим, о том, как воют войска, а о том, как сирийский народ переживает эту войну, что испытывают простые люди, как относится к этим событиям сирийская элита, как относится к этим событиям простой народ, что говорят и что чувствуют сирийцы в этой, скажем так, очень непростой обстановке. Здравствуйте. Здравствуйте. Анас. Вот, собственно, этот вопрос, который я сказал сейчас, называя тему работы зрителя, вам и задаю. Что чувствует простой сирийский народ сегодня? Как он живет? Чем живет? В Сирии, на самом деле, народ живет, проживает самые тяжелые времена, скажем так. Но при этом надо знать, что тот облик, который у российского зрителя, у российского гражданина про Сирию, о том, что там разруха, там война кругом, там народ в страхе живет. Это не совсем так, на самом деле. В тех городах, где под контролем... Законного правительства. Законное правительство, там кипит жизнь нормальная, спокойная. Ну, так же, как в 2012 году, когда я туда ездил. Да, 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 как раз вот когда вы там были, то же самое. Нет, я бы сказал даже лучше, потому что тогда был страх о том, что ничего не видно. Сейчас более-менее там устаканилось. Как бы народ уже понимает о том, что нас не победит, как такова. Другой вопрос, что побеждаем, когда мы победим, да, это победим, но когда, это вопрос другой. Но страх у народа как бы уже не тот, который был... То есть появилась уверенность в успехе? Да, на самом деле. Нас не сломат уже, на самом деле. То есть народ чувствует о том, что все, Сирию не сломат, как вот планировалось. Какой-то этап большой уже пройденный, на самом деле. Народ, как все, я могу говорить о себе, о своей семье, о своих товарищей. С утра ходим на работу спокойно, идем по улицам спокойно, ничего нету. А нас, ну, это речь о том, нам постоянно идет информация о том, что отдельные... Вы же живете в Дамаске, что отдельные территории Дамаска обстреливаются еще неуничтоженными террористами. Это бывает. С восточных районов Дамаска, да, идет обстрел. Причем дикий такой обстрел иногда бывает. Но при этом, как интересно, я вот однажды вам сказал об этом, что якобы идет обстрел, ну и люди сидят в кафешках и курят кальян. То есть народ адаптировался к состоянию войны? Он адаптировался 100%. Он уже живет этой войной и живет свою жизнь. То есть нормально все, спокойно. Ходит в магазинах, ходит в... То есть смерть рядом, но они воспринимают ее как данность. Да, это как будто... Ну и что? Что будет? Вот где-нибудь там падает миномет, да, вот они будут там руками показать, что падает. Вот недалеко от нас, где-то 100 метров отсюда. Ну и продолжают там карту играть. Например, вот. Школы и работают, школы и университеты работают, государственные учреждения тоже функционируют. Да, все спокойно, как положено. Люди ходят на работу, работают, зарабатывают. Такси ездят по городу спокойно. Все так, как положено. То есть почти что, как и Москва, в отличие от Москвы, там в Дамаске легче ездить. Скажем так, пробок меньше. Ну да. А как там с обеспечением продовольствием, промышленными товарами? То, что без чего жить нельзя? Электроэнергия, наконец, просто. Вода поставки. Как вот с этой точки зрения? Нет, с водой все нормально, слава богу. С подачей воды все нормально. Продовольствия на пять. Ничего там не. Все хватает. С электроэнергией? С электроэнергией у нас, да, есть проблема. Идет электроэкономия почти по 12 часов ежедневно. Три на три. Разделение там три часа подачи, три отключения. А как он в больницах? В больницах мы все уже адаптировались к этому. То есть, например, я у себя дома там храню какие-то батарейки. Когда отключают энергию, я вот включаю на эту батарейку. У меня все работает. И телевизор, и холодильник, и лампы, и все. То есть, мы на самом деле это чувствуем, что электроэнергии нет. Мы не страдаем с этим. В больницах тоже обеспечены за счет... Да, на самом деле, вот было какое-то хорошее постановление, где-то полтора-два года назад, дало возможность каждое предприятие самостоятельно обеспечить свои расходы. Мазот там, газ, что-нибудь такое. Вот, и они как бы адаптировались уже. И поставки у них идут самостоятельно. Скажите, Анаст, а вот что вы знаете насчет того, как Сирия самообеспечивает себя топливом? Все-таки раньше Сирия имела хорошие запасы. Топлива не просто запас убрана, сама экспортира топлива. Как сегодня с этим дело обстоит? Насколько я владею информацией, с бензином у нас проблемы нет. С мазотом есть проблемы. В Сирии нет мазота. И к тому же еще там вот эти скважины всякие, которые вышли из-под контроля государства, перешли там в сторону ИГИЛа, они уже у нас... Не подают нефть в Сирийскую правительство. Они продаются там в Турцию. Идет слух о том, что сами американцы уже берут их. Я не владею полной информацией, но да, идет разговор о том, что американцы какие-то скважины свои уже... Уже имеют там в Сирии? Свои. Свои, да. Якобы там уже три базы уже организованы. Американские. Американские. На территории Сирии, на территории ИГИЛа. Современные территории, то есть под контролем ИГИЛа, которые якобы в скобочках находятся под контролем ИГИЛа. И с которыми Соединенные Штаты интенсивно воюют. Якобы, да. Ну что, Константин, все здесь для нас с вами ясно. Российскому зрителю может быть это шокированная информация, что так есть. Это есть. Якобы США... Нас, а почему вот эти данные как-то не приходят в средства массовой информации? Ведь ни много ни мало, если три американских базы есть на территории ИГИЛа, то это означает одно, что Соединенные Штаты Америки не воюют с ИГИЛом, а теснейшим образом с ним сотрудничают, имитируя войну. Ну, что-то там в прессе передают, я уже вообще даже не слушаю. Совсем иная ситуация. Какая война с ИГИЛом, когда они бомбят наши мости, наши инфраструктуры, наши учреждения, вот они еще таковы были. Наконец-то удары были, но если по войскам, 62 человек погибли. Это ошибочно, там какой-то удар, там ошибочный, который шел где-то полтора-два часа. Да, это раз. Во-вторых, заметим, что после этого удара началось контрнаступление боевиков. То есть, эти действия были согласованы. Естественно, 100%. Ни о какой ошибке там речи не идет. Это не ошибка. К тому же, там радары, которые там были в Дерзоре, они вышли из строя. В самолете увидели радары, которые в Камышли, в Камышлаху, там, на севере, в самом севере Сирии. Их видели. То есть, значит, шла какая-то там целонаправленная операция по подавлению. Да, да, да. Сирийские войска, которые уже готовили большое наступление на игиловцев. И это, естественно, атака уже остановлена. Остановила это возможное наступление. Ну, естественно. Поэтому, да, вот то, что там передается в прессе, якобы там американцы воюют с ИГИЛом, я не могу верить в это. Это ложь. Да. Это ложь. Понятно. Скажите, пожалуйста, о нас. А вот как простой народ сегодня, скажем, в сирийском обществе относится к руководству Сирии нынешнему? Асад и его окружение, которое составляет миссию, все объективно. Объективно надо смотреть на это все, Константин. Сегодня президент Башар Асад, он является гарантом единства Сирии. Хотели кто-то там это, не хотел. Он является гарантом, настоящим гарантом единства Сирии, единая Сирия, скажем так. Сирийский народ смотрит на это очень даже позитивно, то, что Башар Асад сейчас во власти. Потому что, я думаю, что... Вот я задаю простой вопрос. Если, скажем, вот как хотят это западные деятели, и, так сказать, не хотят, точнее, западные деятели, а как предлагает Россия, скажем, чтобы сирийский народ под наблюдением тех же западных наблюдателей, там, что угодно, провел свободные выборы, в котором был бы участвовал Башар Асад, представители оппозиции и многие другие. По вашему мнению, кто бы победил при свободном... Смотря какая там... Да, как... При условии... Бутить эти компании. При свободном, при свободном волеизъявлении. Но это не будет при свободном. Я понимаю. Они не хотят... Я понимаю, если бы это волеизъявление было свободное. Ну, допустим, так, что... Обеспечена возможность жителям Сирии свободно выявить. Я считаю, что он мог спокойно собрать 60-70%. То есть, обеспечить победу, гарантированно. Подавляющее большинство. Подавляющее большинство. Но я думаю, что американцы это не захотят сами. Естественно. Да. Они хорошо это понимают. Я это считаю, да. У них есть свои исследования. Они эту информацию имеют. Информацию знают, имеют. И поэтому, как бы, Задьякову... Я думаю, так, что они... И этот конфликт Задьякова... Задьякова... Без конца. Специально. Специально, чтобы истощить сирийскую армию. Чтобы народ, как бы... Стало ему скучно от этого все. Не скучно, а просто больно очень. Устал морально. Морально, морально. И якобы... И постоянно идет информация о том, что вот у нас проблема только с Башаром Асадом. Это понятно. Но у вас тоже... То есть у них была проблема тоже с Саддамом Хусейном. Вот ушел Саддам Хусейн, и что? Во что превратилось? Во что превратилось? Ливия, Ливия. Пожалуйста. Вот Йемен тоже. Якобы там Хусейн, и туда-сюда. Там Алис Алих, президент Алих тоже. И что? Нет, ну проблема не в большой раз. Естественно. Естественно. Сто процентов. Проблема в том, что у них свои взгляды, свои интересы, свои сферы влияния. Это идет, я так вот уверен до конца, что идет на окружение России. Это тот план, который... Естественно. Да. Как только закончат в Сирии свои дела и свернут в законную власть, они тут же и принаправят вот эти террористы сюда, в Россию. Естественно. Скажите, пожалуйста, а как относится сирийское общество к участию России в боевых действиях на территории Сирии, появление там российской базы, уже официально предоставленной России? Когда мы с вами встречались год назад и говорили о... о том, что Россия начала там военные действия, вы говорили о том, что далеко не все представители ассирийского общества, особенно в элитарных слоях, однозначно позитивно оценивали наше участие. Как сегодня отношения? На самом деле темп такой же идет. Такой взгляд тоже такой же идет. Но да, есть некоторые там непонятные нюансы, непонятные обстановки. Какие именно? А что вызывает сомнения? Остановить там несколько раз атаку на Алеппо, на восточный район Алеппо, остановилось всякими перемириями, которые там шли договоренности между Керием и Лавровым. А, останавливался разгром боевиков в Алеппо? Да, да, да. Вот и на это смотрели как бы отрицательно. Почему останавливаемся? Другой вопрос, как это происходит, как это делается, другой вопрос. Просто народ как смотрит на это, ну не понимает, простой народ не понимает же логистику до конца, что происходит на самом деле на поле. По логику, да. Да. А так они, да, вот мои друзья, журналисты, которые в данный момент работают в Алеппо, говорят, что даже когда они заходят в кафешках, от них они пьют, там курят, кушают и от них не берут деньги. От наших, от русских? От русских. Ну, это радует немножко, что народ как бы понимает, что... Значит, понимает, что, то есть, позитивно относятся к этому делу. Да, да, да. Да, есть слой населения, которое как бы не согласен до конца, что якобы это иностранные войска, они базируются у нас, это не должно быть. Ну, это есть. Это есть. Это неизбежно. Это должно быть. То есть, как правило, это есть в любой ситуации, в любом другом стране мира. А так, я считаю, что сохраняется такая ситуация, которая была год назад. Но здесь надо, я вам лично, Константин, вам скажу, и зрителям передачу о том, что идет немножко... Вот я уже начал заметить, что есть какое-то недовольство о том, что что-то это затья говорится, что это время уходит, надо быстрее, надо быть более результативнее, скажем так, вот в боевых действиях, чтобы якобы пожестче там участвовали. А вот скажите, пожалуйста, вот и жители Сирии хорошо понимают такую простую вещь, что да, в принципе, Россия могла бы массированными авиаударами с применением тяжелых бомбардировщиков, вот этих боевиков в Восточном Алеппе просто сравнять с землей вместе с самим Алеппом. За очень-короткое время. За очень-короткое время, да. Но в этом случае погибнут сотни тысяч мирных жителей, погибнут ценнейшие исторические ценности, простите мне, памятники, старины, которым славен Алеппо, потому что Алеппо это город, один из древнейших на планете Земля. Самый древний считается. Да, после Дамаска, по-моему. Дамаск как столица, да, древнее, древнее Алеппо, а как город, как такая вода, Алеппо тоже. Более древний, да? В Сирии вообще три города, из десяти самых старых городов. Так вот, я понял. Так вот, я хочу сказать, это понимают жители. И что фактически сегодня стоит вопрос о том, что нам нужно решать задачу освобождения Алеппо не путем авиаударов, как это делают в Масуле американцы, а путем выбивания боевиков буквально из каждого дома, из каждого подземелья. Ах, там много нарыто. И это все жертвы. Жертвы солдат, сирийских в первую очередь. Потому что там российские войска-то не воюют на земле. Да. Конкретно, на самом деле, у нас была такая ситуация в Хомс. То есть, когда войска шли, солдаты шли с одного дома на другой сразу. То есть, как бы, наступление было очень такая массивная. Да, был такой опыт. И, да, были потери, были и среди гражданского населения. Но если вы сейчас пойдете в Алеппо к простому гражданину и задаете ему вопрос, как на это он смотрит, он говорит, давайте лишь бы избавиться от этого. Любой ценой, да? Любой ценой. Есть это мнение. То есть, многие, не то, что там большинство, но многие так говорят, что давайте все кончать с этим. Все, давайте будем все прикончить до конца, снести с лица земли и все. Есть эти люди. Скажите, пожалуйста, вот тут задает вопрос Георгий, наш зритель, вот, уважаемая нас, а в вашей стране есть ли оппозиция ИГИЛу, то есть, те люди, которые составляют политическую оппозицию ИГИЛу? Ну, помимо, естественно, государственной власти мы это не рассматриваем. В смысле, ИГИЛа среди народа, что ли? Да, вот есть ли среди сирийского общества люди, скажем, политическая оппозиция, которая с одной стороны является оппозицией АСАД, а с другой стороны оппозиция ИГИЛу? Большинство оппозиций в Сирии, то есть, не то, что в Сирии, я думаю, что 95%, они так и делают, на самом деле. Сирийская оппозиция. Сирийская оппозиция. Даже если взять с той стороны, где сирийская садовная армия, они тоже воюют против ИГИЛа тоже. А среди интеллигенции, да, естественно, никто с ИГИЛом там не согласен с действиями ИГИЛа. Согласны те люди, которые на их стороне, и все. А так большинства народа, конечно, нет. Наоборот, большинство оппозиции, подавляющее большинство оппозиции против ИГИЛа, конечно, и против власти, но, естественно, против ИГИЛа больше, скажем так. Естественно, да? Да, но с властью можно договориться, можно там вести переговоры всякие. А с ИГИЛом как? Анас, ну вот я слышал, что и когда был в Сирии, неоднократно об этом говорили сирийские руководители, о том, что в Сирии для того, чтобы обеспечить стабильность государства, общества, была такая система, когда лидеры оппозиции, когда такая атаковая возникала, интегрировались во власть. Ну, не считая той оппозиции, которая претендовала на разрушение Сирии, на уничтожение государства сирийского. Ну, такие были, с ним поступали жестоко, вот и делали правильно. Как вот сейчас работает ли эта система? Военное время? Да, власти в Сирии, я это очень хорошо знаю, неоднократно призвали всех приходить и участвовать в выборах, в парламентских выборах, приходить и даже получить постей, ну, что хотели. Давайте будем объяснить, что, это не объяснить, а давайте будем говорить о том, что, что вам нужно, как вы думаете, как мы нам видите из этой ситуации. Очень многие, да, согласны на переговоры с властью, и есть некоторые незначительные части оппозиции, которые вообще напрочь против власти, то есть, чтобы эта власть сменилась до конца, то есть, не стала. Есть такие, сто процентов. Есть такие. В основном, они не в Сирии. Не в Сирии? Они живут в Сирии. И я бы так сказал, что их немного, их немного, но они поступают по всяким телевидениям, по всяким там, по всяким СМИ и говорят это как... Имитируют бурную деятельность, как у нас называют, имитация бурной деятельности. Скажите, пожалуйста, Анас, а вот скажите такой момент, что вот сирийское общество думает о российском участии в войне? То есть, я бы скажу так, сирийское общество в какой мере рассчитано на российскую поддержку? Считает ли оно, что сирийская и российская поддержка достаточно? Может, нам предполагают, надо увеличить? Как вот в этой точке зрения? В самом деле, чтобы сирийская война прекратилась, нужно, чтобы Россия, естественно, более эффективным образом... Более масштабно приняла участие? Более масштабно приняла участие в сирийской области. То есть, сирийская область ожидает, что Россия там нарастит? Сто процентов. Ну, это, соответственно, наверное, позитивно относится к появлению нашего авианосца у берегов Сирии? Большинство народов, вот, может быть, это кому-то в России звучит странно, но большинство сирийского народа за эти вещи, за то, чтобы там появились вот эти авианосцы там или там большие корабли сирийских берегов. Собственно, они сейчас находятся там, но что-то они не участвуют, да? Ну, дело в том, что, нужно тут прояснить, что российские корабли там оснащены оружием до появления тяжелого несущего крейсера, которое неэффективно против ИГИЛ. Поскольку стрелять крылатыми аркетами по террористам это слишком дорогое и бессмысленное удовольствие. А вот появление авианосца, на котором базируются сейчас около 30 боевых самолетов, это уже может сделать. Это что-то, да. Плюс к тому же там имеется порядка 20 вертолетов с лишним в том, что основная часть этих вертолетов это вертолеты боевые, огневой поддержки, К-29, которые могут решать задачу поражения боевиков на берегу. Вот как раз вертолеты, то, что нужно в среде... Самые эффективные сейчас, да? Самые эффективные, да. Ну, наверное, эти монакажут помощь. Ну, там есть посильнее, чем град. Ну, имеется в виду... Ураган. Типа такие. Да, понятно. Ураган есть, да, ураган. Но там площадное поражение целей, поэтому тут сложности. Это большие жертвы среди населения. Нет, но их использовать против ИГИЛов очень эффективно. Очень эффективно. То есть я считаю, что правильно там близ Раку, когда они наступили на Раку, спасло очень много моментов, нюансов. Жизнь и вот эти залпы, да? Да. Анна, скажите, пожалуйста, а в целом, вот как вот вы, как представитель Центра геополитических исследований Леванта, оцениваете эффективность стратегии борьбы с терроризмом в Ближнем Востоке в целом, и в частности в Сирии? Какие вот, по вашему мнению, должны были бы быть там войска со стороны России, кроме ВКС. Какая, может быть, изменилась бы стратегия, по вашему мнению? Что вы на эту тему думаете? Это вот тоже вопрос задает тот же самый Георгий. Очень, так сказать, корректный, интересный вопрос. Регулярная армия там не должно быть. Российская, да? Российская, естественно, не должно быть. Ну, эффективнее всего, чтобы там участвовали какие-то отделения, то есть группировки спецназа, которые тренированы на этот вид войны. То есть воевать с террористами, уличный бой, скажем так. Регулярная армия это не сделает, сами понимаете. Поэтому, да, нужно, чтобы вот эти бригады, скажем так, приехали, участвовали прямую в нашем... Желательно. Желательно, естественно, да. А так это будет оттягиваться без конца. Потому что регулярная армия, как показала практика, неэффективна, не способна бороться с терроризмом в таком масштабе. Анас, скажите, пожалуйста, а вот можете вы рассказать, какой сейчас в Сирии имеется политический спектр? Вот партии, движений, которые каких-либо позиций придерживаются? Образовалось такое мнение, что здесь не время политики. Сейчас уже не время политики. Про партии всякие, про всякие силы уже все сказано. Всякие партии участвовали в первых выборах в 2012 году, а потом в этом году... В 2012 году участвовали. Говорят, в 2011 году, сейчас вот и в 2016 году тоже участвовали. Но какого толка, когда вся страна в опасности? Здесь о чем будут они между собой там обсуждать? Анас, скажите, пожалуйста, а вот территория, которая контролируется исламским государством, насколько она заселена? Насколько плотно? Какая часть сирийского общества находится под контролем этих бандитов? Давайте так, там три... ИГИЛ находится в трех сирийских губерниях. Дер-Зор, Ар-Рака и Аль-Хасака. Я могу дать почти что на 80% точные данные. В Дер-Зоре где-то три четверти населения уже уехало оттуда. Там было миллион двести, что ли. Осталось там чуть больше трехсот тысяч. Чуть больше. И в основном они живут в тех районах, где под контролем законная власть. В Ар-Рака там весь город под ИГИЛом, естественно, к сожалению. Там тоже очень много уехало. Но можно сказать, что половина осталась. Им не разрешено уезжать оттуда. Вот, например, если житель Ар-Рака хочет уезжать там, чтобы лечиться в Дамаске или в Алеппо, в Латакию или куда-нибудь, он должен подписать какие-то документы о том, что если он не вернется в назначенную дату, то и вся его собственность приходит в собственность ИГИЛа, к ИГИЛу. Поэтому многие не уезжают. Очень многие не уезжают. Кто сможет там продавать что-то там, делать что-то там, найти какие-то выходки, он платит большие взятки ИГИЛовцам, чтобы его... ИГИЛовцы еще и взяткишники махровают. Вот приехал со мной на самолет житель Ар-Рака, и он мне рассказал, что он платил около трех тысяч долларов, чтобы просто его пустили из Ар-Рака. Без ничего, просто он выехал из Ар-Рака за три тысяч долларов. Это суммарная сумма для жителей Ар-Рака в таких случаях, когда вообще нет работы. Вообще ноль. Никакой работы нет там. Но там все-таки получается на территории ИГИЛ какие-то отношения с собственностью есть. ИГИЛовцы не конфискируют просто собственность, которую им захочется конфисковывать? Нет, нет, они стараются вообще налаживать контроль, то есть взять под контроль все то, что есть. Интересно, как действовала ИГИЛ. Это очень интересный факт, чтобы российский зритель знал об этом. ИГИЛовцы первым делом, они сжигали те службы по введению, скажем так, службы ЗАГСа, службы ФМСа, сжигали все вот эти документы до конца. То есть они уничтожали все до конца. А почему, чем это выслуживало? Это интересный факт, почему? Вот вопрос, мне так кажется, что они хотели просто изменить структуру, населенную структуру, населенную структуру общества. Да, структуру общества, в тех районах, где они их контролируют. Поэтому ИГИЛовцы, у них какие-то планы, которые даже мы до сих пор не знаем, там, конец этих планов, или что там за планы. Скажите, пожалуйста, о нас. А вот на территории, которую контролируют ИГИЛовцы, там как люди живут? У них свадьбы какие-то, не женитьбы там? Курить нельзя, телевизор нельзя, ходить на улице, взять жену за рукой нельзя. Все женщины в черном, только один глаз видно. Какие свадьбы? Здесь вообще никакой... А учу дети? Какие слова учиться детям там? Учиться? О каких школах идет речь? Для меня идет речь. Школы первичные, которые где-то там 500-600 лет тому назад они существовали. То есть придет какой-то шейх ИГИЛовский, ИГИЛец, да, из ИГИЛа, приходит в комнату, сидит на кресле, и там дети сидят прямо на полу. Их он обучает только Коран и так называемые науки, которые исходят от Корана, то есть из Корана. Ага, производные от Корана, да? Пояснение Корана и все. Пояснение Корана и так далее. Читать, писать, учиться хоть? Да, учиться это, естественно. Вот эти вот самые, да? А так, чтобы математика, химия, это химия вообще для них, это катастрофа. Это сатанизм, видимо. Это сатанизм, это чистый сатанизм. По мнению ИГИЛовского, да? Да, сразу объявляют о том, что человек неверующий. Ага, если он занимается химией, да? Да, иностранный язык полностью, ничего не запрещен. Чтобы там люди, если ты не будешь ходить на молитву, у тебя лавка, у тебя хозяин лавки, и ты не ходишь на молитву, и они тебе обнаруживают, что ты еще работаешь во время молитвы, то первый раз предупреждение, второй раз, 20 раз тебе удар по спине, а третий раз могут и тебя и убить, застрелить просто-напросто. Бывали случаи. Вот это да. Поэтому что-то очень серьезно. Телевизор там не бывает. А какая у них там государственная система, государственная или бытовое управление на местах? Существует ли какая-то там? Конечно, про избирательность речи не идет уже. Нет, каким-то образом они получают, то есть там у них три слоя. Первый слой это иностранцы, иностранных неумников. Они получают больше всех. Это среди боевиков, да? Да, среди боевиков и гиросов. Идет второй слой, это местные боевики, местные вояки, которые в основном они не раскрывают свое лицо, то есть они постоянно с закрытыми лицами ходят. Чтобы их не узнали. Не узнали. Третий слой, это простое население, которое ничего не имеет. То есть у тебя своя лавка, у тебя там четко по графику режим работы. Нельзя до, нельзя после. И во время твоей работы, если там намаз идет, ты должен идти в мечеть. Или, по крайней мере, закрывать свою лавку на полчаса. А какая торговая должна идти там? Продовольствие и то очень дорого. Очень дорого. Килограмм риса идет там от 3-4 долларов. Хлеб там очень дорогой. Если там 10 раз дороже, чем в правительственные районы, с электроэнергией, у них, как ни странно, все нормально. С электроэнергией, да? Потому что они контролируют водохранилище на реке Ефрата под их контролем, поэтому подача электроэнергии... Идет, идет нормально, да? С водой все нормально, естественно. А так никакой общественной жизни нет. Абсолютно. Вечером в темной улице, то есть, никого нет на улицах, никто не ходит, никто не гуляет. Запрещено. То есть, что-то такое, типа, дикого средневековья? Точно. Да. Это по ихним культурам, скажем так, это ихнии исповедования, что ли? Правильно я говорю, да? Это так они смотрят на жизнь таким образом. А вот среди боевиков ИГИЛ, сколько, насколько много там местных сирийцев, которые вот молодежь... Вначале, да, было много. А сейчас? Сейчас очень мало. То есть, в основном иностранные? Они потеряют базу, народную базу, скажем так. То есть, народ их уже не верит полностью. И сегодня... Если когда-то их верили, сейчас вообще... То есть, сейчас это в основном иностранцы там? Да. Вся власть введили в руках иностранцев. А боевики, я говорю, рядовые? Боевики... Ну, кого угодно. Из Туниса. Из Туниса. То есть, все пришла публика? Да. Из Афганистана. Там чеченцев тоже много, между прочим. Турков полно. Саудитов. Да. Катарстов. То есть, международный сброд. Ну, естественно. ИДИЛ это международный сброд. Бонусалянка какая-то идет. Ну, что ж, Анас. Спасибо вам большое за очень интересную информацию. Дорогие зрители. Мало знать то, что говорит телевидение. Война имеет лицо не только стратегическое, но и бытовое. Вот это бытовое лицо вам сегодня показал как смог тот короткий промежуток времени, который остался у нас Максим. Спасибо, Анас. Спасибо, Константин. Спасибо большое. Спасибо.